Эта война должна закончиться, заявил Владимиру Путину президент ЮАР Сирил Ромофоса. Африканские лидеры представили в Санкт-Петербурге мирный план по Украине. В Белграде и других крупных городах по всей Сербии прошли многотысячные акции протеста с требованием к правительству и президенту уйти в отставку. В беспорядке и стычке с полицией переросли акции протеста во Франции против строительства железнодорожной линии Леон-Турин. В Лондоне прошел парад в честь дня рождения короля Карла III. Монарх принял его верхом на лошади. Война в Украине должна закончиться, а конфликт быть завершен дипломатическим путем, заявил президент ЮАР Сирил Ромофоса во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда он прибыл во главе делегации с семи африканских стран. «Мы бы хотели, чтобы эта война завершилась», — сказал Сирил Ромофоса. Владимир Путин в ответ на это поблагодарил африканских лидеров за заинтересованность. «Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике». Африканские лидеры представили Владимиру Путину мирный план из десяти пунктов, который Сирил Ромофоса накануне обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В нем говорится о деэскалации, но не говорится о выводе российских войск с украинских территорий. «Десятки тысяч людей в субботу вышли на антиправительственные марши в Белграде и ряде других городов Сербии. Манифестанты перекрыли главную автотрассу, скандируя лозунги с призывом к президенту уйти в отставку. Организаторы грозят радикализации протестов. Они начались полтора месяца назад из-за двух случаев массовой стрельбы с многочисленными жертвами». «Сербянские люди идут на улицу седьмой разом с темными требованиями. Первое, прежде всего, восстановление от полиции, восстановление от директора национальной информационной 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 информацией. Также, они хотят, чтобы две телевизионные networks, потерять их лицензии, потому что они проводят в субботу в Сербии. В беспорядке и стычке с полицией переросли акции протеста во Франции против строительства железнодорожной линии Лион-Турин. Более четырех тысяч демонстрантов, по словам организаторов, и свыше трех тысяч, по данным полиции, вышли на пикет в Сен-Ремиде-Марьен, что в юго-восточном департаменте Сабоэ, несмотря на действующий запрет властей на проведение массовых собраний. Активисты требовали прекратить строительство высокоскоростной магистрали, которая должна соединить Францию и Италию. Оно, по их мнению, рискует нанести непоправимый вред природе Альпийского региона, крайне чувствительный ко внешним изменениям. Группа протестующих заблокировала местные железную и автодороги, движение поездов было приостановлено. Камни полетели в стражи порядка, те в ответ применили слезоточивый газ. Новая ЖД-линия Лион-Турин с тоннелем протяженностью 57 с лишним километров в Альпах строится при поддержке ЕС. Стоимость проекта более 26 миллиардов евро. По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиаудара по Хартуму. Среди них пятеро детей, сообщили в Министерстве здравоохранения Судана. Удар был нанесен по району Йормук на юге Хартума, где находится военный объект, который контролируется армией. Пока не ясно, была ли атака совершена с самолета или с использованием беспилотника. Бои между вооруженными силами страны и вооруженной группировкой, известные как силы быстрого реагирования, продолжаются с апреля. Конфликт начался из-за разногласий по поводу интеграции этой группировки в армию Судана. В субботу в Лондоне прошел торжественный парад в честь дня рождения короля Карла III, первый для нового британского монарха. Карл возродил давнюю традицию королевской семьи и сам принял участие в параде верхом на лошади, в форме и с кивером из медвежьей шкуры на голове. Последний раз в седле парад приняла королева Елизавета II в 1986 году. Карлу III исполнится 75 лет лишь 14 ноября. А оба восходящие еще к правлению Георга II традиции, британские короли празднуют день рождения два раза в год. В кругу семьи в знаменательный день и публично в июне в хорошую погоду.